Александр Седых. Вячеслав Седых. Сын ведьмы. Книга пятая. Владыка. Часть первая. Казацкая война. Глава первая. Летучие парагвайцы. Холодный июльский ветер гнал по зимнему серому небу угрюмые тучи. Утлые рыбацкие лодочки прижались к берегам полноводного парагвая. Католики истово крестились, индейцы-язычники сжимали ладонями амулеты на шеях. Никто не рисковал выходить на фарватер реки, где вспенивал воду форштевнем ужасный летучий голландец. Судно морского класса резвилось на мелководье, словно вырвавшийся из сетей огромный серый кит. Из трубы парохода валили клубы черного дыма. Но порывы колючего ветра тут же разрывали темное кружево в клочья. Однако не дым страшил людей, сжавшихся к берегам парагвая, а бешено мечущиеся на ветру порванные паруса. Вид необычного судна, особенно при взгляде издали, порождал в умах суеверных моряков мрачные образы. Летучий голландец хлопал обрывками парусов и кружился в дьявольской пляске. Ни один, даже самый маневренный боевой корабль не мог бы выписывать на волнах столь немыслимые крутые пируэты. Судно опасно кренилось на борт, но чудом сохраняло остойчивость. «Все дело в конструкции катамарана», – широко расставив ноги, спокойно объяснял гостям летучего голландца капитан Либеринский. «Опрокинуть волну это судно будет весьма непросто. Оно в любой океанский шторм устоит». «Алексей Ильич, вы отлично справились с проблемой устойчивости судна, но на вашем старом броненосце было намного комфортабельней». Мёртвой хваткой вцепившись в поручень, выдавил вымученную улыбку, позеленевшись Сёма. Остальные члены приёмной комиссии солидарно закивали с казначеем. Скоростной летучий голландец всем задал жару, а шпот прошиб. Главы Совета казачьих депутатов настороженно взирали на огромные вращаемые ветром колёса, которые сумасшедший изобретатель Вита Лосано горизонтально установил на носу и корме судно. Из-за роторов дьявольских ветряных мельниц судно издали походило на летучего голландца с порванными ветром парусами. Однако в случае настоящей морской бури телескопическая ось ветряка сжималась, и вертикальные лопасти крыльчатки ротора складывались в гармошку, уменьшая парусность корпуса. Для компенсации боковых колебаний судно его конструкцию оригинально изменили. По обоим бортам смонтировали выдвижные балки, на которых закреплялись обтекаемые поплавки. В качестве поплавков использовались герметичные металлические торпедообразные электрические двигатели с плоскостями рулей на конце. Питание двигатели получали по кабелям в полых крепежных балках. Для обслуживания и пришвартовки к пирсу поплавки подтягивались подвижными балками к борту судна. «Извините, господа мореходы, но зачем возвращаться в парусный век?» – пожал плечами новичок в казачьем совете, барон Врангель, который на днях прибыл с остатками крымской армии в Парагвай. «Летучий голландец не зависит от баз снабжения топливом», – бросил снисходительный взгляд на сухопутного генерала Лебединский. «Клипер может даже в автономную кругосветку ходить. Электрические двигатели позволяют развить высокую скорость и значительно сэкономить топливо. Ветрогенераторы получают энергию при любом направлении ветра. Лишь ураган вынуждает складывать лопасти ветряков. Ну, еще из-за отрицательного КПД неэффективно идти под парусами при строго встречном направлении ветра. Зато на стоянке в порту аккумуляторные батареи можно подзаряжать при любом ветре». «И на долгой емкости хватит», – скептически скривился барон. «Лишней энергии ведь все равно не запасешь. Заряда достаточно на полные сутки хода. Батареи у нас в десятьера мощнее, чем на подводных лодках». Гордо задрал подбородок капитан чудо-клипера. «И это не только из-за их веса. Главным образом тут заслуга казаков-изобретателей. Они создали активные пластины из пененого металла». «Ну, в таких технических тонкостях я не силен», – скосив глаза надержавшегося в стороне Алексея Ронина, дернул плечами Врангель, но не сдался. «А чем вы топите паровые котлы? Уж больно дым странный». «Котлы – тоже наша гордость», – разгладил пальцами усы капитан. «Особая конструкция топок позволяет употреблять любой вид горючего». «Не дровами же вы их питаете», – усмехнулся барон. «Угадали, ваше высокопревосходительство, сырыми дровами», – рассмеялся «Лебединский. В местных джунглях их завались. Самое дешевое топливо». «Шутите?», – невольно нахмурился Врангель. «Летучий голландец ходит на любом топливе», – продолжал удивлять капитан. «Нужно лишь его измельчить и автоподачей загрузить порциями в топку. А для розжига мы используем продукты нефтепереработки, при этом тоже любые. Хоть мазут, хоть что. Главное – воздуха в камеру сгорания нагнетать насосом побольше. Измельчаем же мы топливо с помощью электромельницы, еще когда загружаем его при бункировке в порту. Вы правы, Петр Николаевич. Емкости электроаккумулятора все же не безграничны. Нужно силу ветра куда-то распределять. Кстати, при полных батареях ветрогенераторы могут работать напрямую с электродвигателями баллонов катамарана. Ну, как судно ловко разворачивается на месте, вы нам уже показали. Чуть ослабив хватку за боковые перила, предложил продолжить испытание судно Врангель. А теперь давайте глянем его скорость напрямой. Обычной паровой машине требуется время, чтобы развести пары. Продолжил хвалить чудо-технику капитан. Наш же летучий голландец на электротяге стартует с места мгновенно. Однако до максимальной скорости нужно хорошенько раскочегарить паровые котлы. Правда, в экстренной ситуации можно осуществить быстрый рывок, используя только чистый мазут, без древесной крошки или угля. Капитан по телефону отдал распоряжение в машинное отделение и через некоторое время топку перевели в режим потребления исключительно мазута. Пока механики-кочегары колдовали в чреве судна, Лебединский продолжил лекцию сухопутным профанам. Благодаря электродвигателям и батареям, летучий голландец способен без вспомогательных буксиров осуществлять швартовку к пирсу в небольшой бухте или к борту судна в открытом море. А также скрытно на малом ходу, без дыма и струбы, прокрадываться к охраняемому побережью. Выгрузка и загрузка проводятся с использованием бортовых кранов с раздвижными стрелами. Груз помещают в сборные контейнеры и опускают лифтами на этажи трюма. По рельсам контейнеры закатываются в грузовые отсеки. Так как наше судно грузопассажирское, то в отсеках смонтированы разборные нары. Имеется ректор освещения и вентиляция. Особого комфорта для пассажиров не предусмотрено, но у нас же не круизный лайнер, а военно-транспортное судно. — Разве это не гражданский клипер? — удивленно скинул брови генерал. — Враги тоже могут так считать. — хитро подмигнул капитан. — Однако задачи у казацкого клипера боевые, поэтому он создан на базе военного корабля. Вы же обратили внимание на изящные обводы корпуса и усиленную обшивку? — Это понятно, ведь переделывали бывший корабль Черноморского флота, пожал плечами Врангель. — Только орудийные башни убрали и разоружили. — Не совсем. — с усмешкой отрицательно покачал головой капитан. — На носу и корме спрятаны поднимающиеся башни с полуавтоматическими спаренными орудиями малого калибра, а по бортам скрыты пулеметные ячейки с амбразурами. — Ну, малокалиберные пушченки и пулеметы сторожевым кораблям не страшны, — отмахнулся от мелочевки генерал. — Они хороши для защиты от пиратских катеров и береговой охраны, — развел ладонями Лебединский. — А для крупных кораблей в носовой части поплавков катамарана пристроены торпедные аппараты, против которых и фрегат с крейсером не устает. — А если враги погонятся целым флотом? — Только если подстерегут. — Подняв указательный палец, поправил капитан. — Иначе не угонятся. Скорость летучего голландца на форсаже выше любого обычного корабля, а от катеров мы и пушками отобьемся. Однако и подкараулить казаков будет трудно. Господа, вы обратили внимание, что развернутые паруса мешают обзору на капитанской рубке? Зато здесь предусмотрено круговое наблюдение за морской акваторией через перископ, как на подводной лодке, только повыше. Эта же мачта используется и в качестве радиоантенны для связи с воздушными разведчиками. — Чего? — выпучил глаза генерал. — На борту летучего голландца и аэропланы есть? — Гидропланы. — Опять подняв указательный палец, поправил капитан авианосца. — Вернее, парочка автожиров на лыжах-поплавках. — Автожиры — это такие стрекозы с лопастями огромного пропеллера на крыше. Врангель уже неоднократно видел подобные аппараты в небе. — Они самые. Только в транспортном положении верхние лопасти сложены. — Кивнул Лебединский. — Автожиры спрятаны в кормовых ангарах по бокам палубной надстройки. Для спуска гидропланов на воду поплавки катамаранов поднимаются к палубе. Боковая стенка ангара опускается, создавая настил между плоской поверхностью поплавка и полом ангара. Затем автожиры выводятся на площадку. Механики раздвигают и закрепляют лопасти несущих винтов автожиров. Поплавки катамарана выдвижными наклонными балками опускаются на воду. И полые баллоны лыж автожиров, касаясь воды, поднимают корпуса гидропланов над притопленными поплавками катамарана. Гидроплан отстыковывается и начинает разбег. Запускать воздух автожиры можно поодиночке. Их существенный недостаток — взлет гидроплана не удастся при сильной морской волне. Однако на реке таких ограничений у нас нет. И как только отойдем подальше от Асунсиона, то поднимем в небо воздушных разведчиков. Эээ, капитан, а мы не сильно разогнались? Со страхом взирая на белый буруный волн за бортом, покрепче вцепился в поручень Сёма. «Как бы на мель не наскочить?» «Впечатляющий ход!» — восторженно оценил скорость клипера Врангель. «Судно идет строго по фарватеру», — успокоил пассажиров капитан. «Мы еще не набрали полную скорость». «С мореходными качествами летучего голландца все понятно», — нетерпеливо отмахнулся Врангель. «Лучше покажите теперь взлет гидроплана». Остальные члены комиссии, настороженно поглядывая в иллюминаторы на ускорившиеся темные берега, охотно поддержали разумное предложение. И пока судно сбавляло ход, готовясь выплюнуть на воду гидропланы, Врангель пожелал получить объяснение еще одной неувязочки. «Капитан, а вы не опасаетесь, что подобные инновационные суда начнут создавать конкуренты?» Господин Ронин поручил контрразведке отваживать охотников. Капитан кивнул на скромно стоящего в сторонке Алексея. «Любая незначительная авария на судне раздувается бульварной прессой до вселенской трагедии. А при вводе в опытную эксплуатацию судна с новыми электродвигателями, генераторами, аккумуляторными батареями, подъемными электрокранами и лифтами случаются всяческие ЧП. Слава богу, пока без жертв обошлось, но мы упорно распускаем слухи о массовой гибели персонала. Да, честно сказать, если бы не выказанные офицерами Черноморского флота профессионализм, то и в действительности бы жертв не сбежали. Хорошо, что моряки-подводники с аккумуляторами наловчились обращаться. А то, попадив отсек с супербатареями за бортная вода, беды не оберешься. Да и с навороченным электрооборудованием сплошная морока. Команда летучего голландца чуть ли не наполовину из офицеров набрана. У какой страны еще столько безработных специалистов найдется? Корабли проекта «Летучий голландец» могут спускать на воду и обслуживать только отчаянные герои-энтузиасты. Нет, ни одно забюрокраченное морское ведомство не пожелает связываться с парусно-электрической плавучей бомбой. Господин Ронин, обернулся генерал к молчаливому владельцу коммерческого флота. А в каких акваториях вы намерены использовать казацкий клипер? Главный маршрут между Асуньсионом и Новороссийском. В этих портах легко заправляться мазутом, да и основной товарооборот у нас между Парагваем и Советской Республикой. Большевикам везем товары, обратно эмигрантов. Жестяные грузовые контейнеры быстро разбираются и укладываются штабелями на верхней палубе. «Не больно-то вместителен казацкий клипер», — недовольно засопел привередливый генерал. «Основной объем грузоперевозок будут осуществлять обычные пароходы», — пожал плечами Алексей. «Зачем тогда владыка морей тратится на лишние прибамбасы?» — скривился Врангель. «Ведь ни одно суверенное государство не впустит без особого распоряжения вооруженное судно в торговый порт». «Ну, во-первых, казацкий клипер не похож на военный корабль», — с улыбочкой развел руками Алексей. «А во-вторых, мы можем перегружать грузы с борта на борт и вне территориальных вод». «Контрабанда», — недовольно засопел генерал. «Без нее родимой конкуренцию империям не составить». С напускной грустью тяжко вздохнул владыка Парагвая. «Европейские колонизаторы весь мир своими сетями опутали. Наши экономики, благодаря контрактам с голландцами-большевиками, на ближайшую пятилетку можно не беспокоиться за сбыт товаров. Но надо же и о расширении торговой площадки думать. Будем всюду по зернышку клевать». «И куда, владыка, думаешь, расширяться?» — недобро зыркнул на увесистый золотой крест на могучей груди батюшки Алексея-генерал. «Ну, в Индию и на Ближний Восток британцы нас точно не пустят. А вот Китай, страны Юго-Восточной Азии, Африка, Южная и Латинская Америка — наш регион. Здесь контроль послабее, и товары наши в дефиците. Чем же отсталый Парагвай может пересилить промышленно развитые страны Европы?» — контрабандой, нагло улыбаясь, напомнил главный козырь казачий атаман. «Да и нам ближе до этих рынков, чем пароходам из Европы. Опять же, за счет энергии ветра и всеядности казацких пароходных топок нам дорога дешевле выйдет». «В ближайшие пять лет Парагваю на советскую власть пахать придется», — в свою очередь злорадно напомнил торговцу генерал. «Казацкая экономика на весь колониальный мир товаров не наготовит». «Все же, чем конкретно промышлять, думаешь, батюшка?» «Титул владыки мне больше по нраву». Шутливо подмигнув, огладил бороду ладонью неформальный хозяин Парагвая и просветил страждущих. «Торговля лекарствами и оружием самая прибыльная. Да и Европа здесь нам не конкурент». «Лекарственные препараты твои целители китайозы и доктора-эмигранты наловчились чудные варить». Неохотно признал очевидные достижения парагвайской медицины Врангель. «На цивилизованный рынок конкуренты аптекари их не пустят, а в колониальных странах от травяных настоек, порошков и мазей отбоя не будет. Но вот насчет оружия». «У парагвайцев покупать в дешевле», — выдал спорный аргумент спекулянт. «И откуда столько стволов взять?» «Сто тысяч европейских образцов купили по бросовой цене у большевичков», — пожал плечами атаман. «Казачьему войску разнокалиберный хлам ни к чему, с патронами одна морока. Да и от старых русских трехлинеек, что белогвардейцы натащили, тоже надо потихоньку избавляться». «Чем это вам владыка русское оружие не по душе?» — нахмурился бывший командующий Крымской армией. «Устарелая модель», — пожал плечами казацкий атаман. «У парагвайской армии винтовки еще хуже», — совсем уж помрачнел генерал. «Да казакам до государственной армии дела нет», — небрежно отмахнулся вождь анархистов. «Мы свое казачье войско содержать должны, и для этого будем современной оружия разрабатывать, но об этом поговорим завтра, на закрытой военной коллегии». «Ладно, отложим вопрос до завтра», — поджал губы генерал. «А как рассчитываете старье баригенов тюхивать?» «Так на то у нас признанные специалисты имеются», — подойдя к Ночфину, обнял профессионала за плечи Алексей. «Ты, друг Сема, уже всю еврейскую родню из Ростова перетащил. Теперь из Одессы начал семьи вывозить». «Комуняки совсем коммерцию задушили? Куда бедным евреям податься?» — виновато развел руками благодетель еврейского народа. «Так и Парагвай не резиновый», — сдавил покатые плечи толстячка могучий атаман. Парагвайские коммерсанты уже жалобы шлют на засилье евреев в торговле. «Профаны не умеют бизнес вести, вот и завидуют деловым людям», — пискнув под тяжелой рукой, оправдывался Сема. «Пусть к этому и ушлые родственнички лучше покажут класс в зарубежной торговле», — не выпускал пройдоху из крепких объятий атаман. «Так если в лекарствах они еще как-то разберутся, то вот в оружии знатоки из мирных граждан небольшие», — завертелся в дружеских объятиях Ночфин. «Но уж специалистов по воинской части у нас избытком», — отпустив плечи Семы, ласково улыбнулся владыка Парагвая. «Ветеранов-инвалидов чуток подлечим, протезами оснастим и консультантами в зарубежные оружейные лавки направим. Хорошими зарплатами и жильем для семьи обеспечим». «Так солдаты иностранным языкам не обучены», — завертелся ужом родственничек всем евреям. «Среди заслуженных ветеранов найдется немало офицеров, которые языками колониальных держав владеют», — похлопал Сему по плечу работодатель. «А к солдатам-товароведам мы переводчиков приставим. В Асунсьоне полно языкастых грамотеев-бездельников. Меньшевики, эсеры всякие из Европы понаехали. Этим политоммигрантам не привыкать по заграницам шастать». «А согласятся ли?» — задал наивный вопрос Сема. «Ну не к рабочему же станку становиться белоручком-полиглотом», — зло оскалился добрейший правитель Парагвая. «А даром казацкие рубли в Асунсьоне не раздают. Да и политическую оппозицию наша контрразведка не жалует». «Продавцы, товароведы и переводчики нашлись», — загибал пальцы Начфин. «Не мешало бы охранников клобазом приставить». «Петр Николаевич, подберете несколько тысяч белогвардейских офицеров, которым некомфортно проживать рядом с анархистами и казаками в Парагвае?» — вопросительно наглянул в глаза Врангелю атаман. «Тысяч пять непримиримых монархистов найдется», — прищурив глаз, на скидку выдал бывший командующий. «Только вот сумеете ли вы эдакую офицерскую дивизию пристроить к делу?» Колоний у империалистов по всему миру много, тоже прищурившись оценил потенциал рыночных площадок Алексей. По десятку охранников на каждый столичный торговый центр да по сотне бойцов бригады экстренного реагирования. «Уж не войнушку ли за колонии вы, батюшка, решили учинить?» — скептически усмехнулся генерал. «С колониальными войсками пока мест бодаться не станем», — великодушно отмахнулся парагвайский владыка. «А вот бандитские формирования приструним, да и слишком ретивых глав местных администраций пострашаем. Надо будет сформировать региональные группы так, чтобы соседствовали колонии разных держав. Тогда боевым группам после силовых операций будет легче укрываться на сопредельных территориях». «Форменный терроризм», — скривился как от кислого лимона Врангель. «Не переживайте, генерал. Опытные бомбисты у нас среди эсеров имеются», — издевательски улыбнулся анархист. «Из офицеров нам только снайперы понадобятся и бойцы силовой поддержки». «Остальная армия тогда на что?» «Так придется же держать под контролем больше сотни стран, да в каждой еще по десятку казацких учреждений защищать». «Вы же говорили только об аптеках и оружейных лавках», — удивился столь стремительному росту торговых точек Врангель. «А почтовые отделения, столичные рестораны и филиалы казацких банков разве не потребуют усиленной охраны?» — совсем уж распоясался анархист. «Ну, петейные портовые притоны — это батюшка Алексей в вашем духе», — брезгли воскривил губы генерал. «Только вот зачем в чужой колонии парагвайская почта и банк?» «Так местные же никуда не годятся», — негодующе развел руками делец. «Срочное письмо или посылку не отправить, месяц и идет. Телеграф не в каждой стране имеется, а уж о работе колониальных банков вообще говорить не хочется. Кредита не допросишься, да если и дадут, то под грабительский процент. Зато казацкий банк намерен деньгами сорить, и почта быстрее ветра летит», — фыркнув, съезвил генерал. «Вот, умеете перспективно мыслить», — неожиданно похвалил Алексей. «Почтовое отправление из морских портов будет быстро доставлять флот летучих голландцев, а из внутренних материковых областей — воздушный флот дирижаблей и автожиров. Парагвай намерен в ближайшее время скупить всю сотню трофейных немецких дирижаблей. Все равно им в мирное время французы с англичанами применения не найдут». «Дорогие и неэффективные», — хмыкнул Врангель. «Зато в небе нет границы таможенного досмотра», — поднял указательный палец контрабандист. «Это империалистам легко народ в колониях обдирать, а казакам бизнес вести на чужой территории будет сложно». «Окупятся ли затраты?» — с ожилением покачал головой генерал. «Если рассматривать все в комплексе, то прибыль покроет вложения с лихвой», — усмехнулся контрабандист. «Мы ведь еще в каждой парагвайской миссии разместим радиостанцию, которая будет не только отправлять срочные радиограммы состоятельных граждан, но и помогать осуществлять денежные переводы между филиалами казацких банков. А наличные суммы можно пересылать авиапочтой». «Миссии», — заподозрил новую несуразицу Врангель. Глава парагвайской православной церкви, отец Ануфрий, тоже шустро перетаскивает из страны советов обездоленных священников. Разведя руками, тяжело вздохнул Алексей. «Нужно пристраивать специалистов к делу. Будут сеять в умах аборигенов зерна истинной веры, а заодно и политическую ситуацию мониторить». «А тамошние главы католической и магометанской веры против не будут», — усомнился в благочестии конфессиональных конкурентов генерал. «Ежели колониальные власти начнут припоны чинить святым проповедникам», — нахмурил брови суровый парагвайский владыка, — «то у нас в запасе уйма революционеров-меньшевиков без дела мается. Вот тогда познакомятся супостаты с марксистскими идеями. А для большей острастки мы можем и ярых анархистов командировать. А мало буржуям покажется, так коммунистов из европейских стран подтянем. Там на них гонения начались. Денежками и оружием мы уж их снабдим для продвижения перманентной революции». «В отсталых странах рабочего класса немного», — замотал головой барон. «Батька Махно сумел под флаг анархии огромную крестьянскую армию поставить», — напомнил недавний исторический подвиг соратник. «А батька и его самые боевые атаманы теперь в Парагвае прописались». «Для организации смуты самое то», — признав убийственные доводы, поднял обе ладони генерал. «Клирики и политики предпочтут чуток потерпеть соседство православной миссии, чем разжигать пожар мировой революции. А еще кого, владыка, собираетесь заслать в колонии?» «Надо будет куда-то выпускников полицейской академии пристроить», — широко размахнулся тот. «Пусть практического опыта набираются, пока частные сыскные агентства в Европе и Америке в рост еще не пошли. Из медицинской академии можно отправлять студентов попрактиковаться, а попутно и подзаработать на платных услугах». «Достаточно, владыка», — запросил пощады генерал. Врангель еще раз убедился, что ему слабо тягаться с анархистским вождем в революционном творчестве. «Лучше поясните, как организуете передачу секретной банковской информации по радиообмену? Ведь враг не дремлет». «Банковские шпионские сведения будут закодированы и перемешаны с бытовыми телеграммами и сводками о погоде». «А ежели весь объем радиограмм расшифруют?» фантазировал генерал. «Мои казаки давно уж приловчились к цифровому коду, где каждая группа цифр обозначает, как китайский иероглиф, определенное слово». Похвастал атаман. «Таблицы часто обновляются». «Но ведь оператор может допустить ошибку при приеме, да и помехи в эфире пакостят», засомневался Врангель. «А уж на дальней дистанции и вовсе беда». «Для верности радиограммы передаются несколько раз, и прием осуществляют разные радисты», выдал невеликий секрет Алексей. «А банковская информация вообще будет посылаться кусками, дублироваться разными шифрами и на разных частотах. Понять смысл можно, лишь сложив все отрывки послания». «Так, а с дальними радиопередачами как быть?» «Транслировать или пересылать по радиосети». Алексей махнул в сторону радиорубки. «Вы же заглядывали к радисту, он у нас без дела не сидит». «Глупо допускать простой и дорогой аппаратуры, да и персонал надо усиленно тренировать, пока у нас еще радистов больше, чем станций». «Вы хотите все колонии опутать радиосетью?» Округлились глаза у генерала. «На весь земной шар радиосеть набросим». Широко развел руки мечтатель. «Эфир будет жужжать, как пчелиный улей. Радиостанции и ретрансляторы будут на каждой почтовой станции, на каждом дирижабле, на каждом корабле. Особо важные и маскирующие их сообщения будут помечаться цифровым кодом и пересылаться дальше неизвестному адресату. Только истинный абонент поймет смысл послания, которое к тому же получит подтверждение от разных радиостанций. «Кто же разберется в гудящем радиохаосе?» – ужаснулся Врангель. «Враги уж точно запутаются», – рассмеялся владыка. «Зато наши суда воздушного и морского флота будут получать свежую сводку погоды, ведь под неусыпным взором окажется весь мир». «Это сколько же потребуется радиостанций?» – присвистнул генерал. «Скоро заработает радиозавод, и со временем у нас появятся тысячи приемопередатчиков и автоматических ретрансляторов», – мечтательно глянул в темную даль парагвайский магнат. «В каждом корабле, автожире, воинском подразделении должна быть рация». «Господа, автожиры спущены на воду, извольте наблюдать за взлетом», – вернул прожектеров к реалиям насущного дня капитан. «Все прильнули к окнам рубки. В сгущающихся сумерках по обоим бортам летучего голландца на речных волнах покачивались подсвеченные лучами прожекторов двухместные автожиры. Если не брать в гидроплан пассажиров, то в воздух можно поднять сотню килограммов дополнительного груза», – доложил приемная комиссия Лебединский и по телефонной трубке отдал команду в радиорубку на разрешение взлета. Автожир по левому борту закружил несущим пропеллером и после короткого разбега по воде полетел низко над поверхностью. «Тот аппарат, что стартовал по правому борту, взлетел почти вертикально, даже одного метра не проскользив по воде. С предварительной раскруткой несущих лопастей винта автожир может взлететь против ветра даже без разгона», – пояснил тонкости пилотирования Алексей и рассмеялся. «Казаки в африканских колониях даже с болотной лужи смогут взлетать. А приземляться?» Восхищенно взирая на чудной полет, спросил Врангель. «Почти без пробега, прямо на месте посадки», – похвалился Алексей. «Лишь бы деревья не мешали полугой траектории спуска. В этом-то и основное преимущество автожиров над аэропланами. Аэродрома строить не надо». «Поразительная машина», – оценив перспективу ее военного использования, подсокал языком генерал. «Контрабандистская», – подняв указательный палец, поправил характеристику агрегата Алексей. «Удобная вещь в непроходимых джунглях и горных массивах, надо лишь малюсенькую площадку расчистить. А уж на речках и озерцах автожиру вообще раздолье для взлета и посадки. Хотя с тремя колесами вместо громоздких поплавков скорость чуть выше и грузоподъемность больше». «Этак, через несколько лет казаки все колониальные страны завалят мешками парагвайских золотых рублей», – скосил глаз на главного мирового спекулянта Врангель и беззлобно проворчал. «Как саранча, вставшая на крыло, проникнут даже в самые отдаленные уголки дикого мира». Революционный магнат-анархист мечтательно заулыбался в ответ. «Да уж, разнесут добро по всему свету скоростные летучие парагвайцы». Субтитры создавал DimaTorzok «Симон отрозавал Дима Творцак» «Разaved раз Mongа твой на къем ‹ ек